Аудиокниги Марк Твен Том Сойер за границей Глава первая Вы думаете, Том Сойер успокоился после всех этих приключений? Я подразумеваю наши приключения на реке, когда мы освобождали негра Джима и Тому прострелили ногу. Как бы не так. Он только разлакомился. Ему захотелось испытать ещё больше только всего. Видите ли, когда мы все трое возвратились, так сказать, со славой из нашего долгого путешествия, и родной городок встретил нас факель цугом и приветственными речами, и все орали и кричали «Ура!», а некоторые с радостью напились пьяными, мы почувствовали себя героями. А этого-то всегда и домогался Том Сойер. И на время это его удовлетворило. Все с ним насеялись, восхищались им, а он ходил по городу, задравший нос, как будто город весь принадлежал ему. Некоторые называли его Томом Сойером-путешественником, и это ему особенно нравилось. Он прямо так и разбухал от чванства. На нас с Джимом он смотрел свысока, потому что мы, видите ли, спустились вниз по течению на плоте, и только обратно приехали на пароходе. Том же в оба конца ехал на пароходе. Мальчишки все очень завидовали мне и Джиму, но перед Томом, боже мой, перед Томом они прямо-таки присмыкались в страхе. Кто знает, может быть, он и успокоился бы на этом. Если бы не старый Нат Парсонс, это был почтмейстер, страсть долговязый, тощий и глупый. Хоть по-своему и добрый, весь лысый, потому лет ему было уже много. А уж болтливый. Я такой болтливый старый скотина и не видывал. Лет 30, по крайней мере, он был единственным человеком в городке с репутацией путешественника, и, разумеется, до смерти гордился этим. И уж, конечно, за эти 30 лет он, по крайней мере, миллион раз рассказывал об этом своем путешествии, и каждый раз это доставляло им огромное удовольствие. И вот вдруг является мальчик, которому еще и 15 лет, и начинает рассказывать о своих путешествиях. Да так, что все рот разинули от удивления. Но, понятное дело, старикашке обидно, как начнет Том рассказывать, а слушатель его восклицать. Ах ты, Господи! Слыхали вы что-нибудь подобное? И бывает же такое на свете, и прочее, прочее. Бедному почтмейстеру просто не втерпешь становиться, а отойти не может, словно к месту прилип, как муха, завязившая ногу в патоке. И всякий раз, когда Том остановится, чтобы передохнуть, бедный старик начинает опять рассказывать о своих прежних путешествиях и всячески расписывать их. Но ведь это все слушано и переслушано, и выцвело давно. Так что, как он ни старайся, как ни размазывай, одна жалость выходит. Ну, потом опять Том начинает рассказывать о своем, о старик за ним и так далее, и так далее. По крайней мере, сейчас они стараются перещеголять друг друга. Видите ли, с Парсонсовым путешествием дело было так. Когда он только что поступил к нам почтмейстером и был еще совсем зелененьким новичком в своем деле, пришло однажды на почту письмо на имя кого-то, кого он не знал, да и в городке-то такого не было вовсе. Ну, понимаете, смотрит он на это письмо и не знает, что с ним делать. А письмо лежит себе да лежит. Лежит неделю, лежит другую, третью. До того, что, наконец, почтмейстеру, и глядеть на него стало тошно. А главное, письмо-то без марки, и почтовые расходы, значит, не оплачены. И взять эти десять центов нескому, потому адреса-то нету. А почтмейстер молоденький боится, как бы ему не быть в ответе перед начальством. Еще чего доброго со службы выгонит, как узнает, что он так и не получил казенных денег. Ну, словом, до того дошло, что он уже не мог больше выдержать. Не ест, по ночам не спит, и схудал, как тень. А посоветоваться ни с кем не решается. А потому думает, спрошу у кого-нибудь совета, а тот пойдет и донесет начальству про неоплаченное письмо. И письмо-то это он запрятал в щелку под полом. Но и это не помогло, как только кто-нибудь станет на это место. Так бедняжку почтмейстера в дрожь кидает. Уж ему кажется, что тот заподозрил что-то. Ночью дождется, когда весь город заснет, и все огни погасят. Прокрадется туда и зароет опять письмо в другом месте. Но, разумеется, люди заметили, что он какой-то странный стал. Начали сторониться от него, головами качать, перешептываться. Видят, что человек не в себе. Ну и думают, что, может быть, он убил кого-нибудь или сделал что-нибудь нехорошее. Будь он не свой человек, а заезжий, они прямо расправились с ним судом Линча. И вот, как я вам уже докладывал, дошло до того, что он не мог больше выдержать. Собрался с духом и решил отправиться в Вашингтон. Пойти к самому президенту Соединенных Штатов и покаяться ему во всем безутайке. А затем вынуть письмо, положить его на виду у всего правительства и сказать, вот оно, делайте со мной, что хотите. Хотя Бог свидетель, я ни в чем не повинен и не заслуживаю кары по всей строгости закона. И если вы меня погубите, после меня останется семья, которая может с голоду помереть. А между тем, она ведь ни при чем. Это истинная правда, в чем я могу даже присягнуть. Так он и сделал. Немножко ему пришлось поехать на пароходе, еще немного в дилежансе. Но главную часть пути он сделал верхом и только через три недели добрался до Вашингтона. Перевидал он множество разных поселков и даже целых четыре города. В отсутствии был почти два месяца, и когда вернулся, не было человека важнее его в деревне. Эта поездка в Вашингтон прославила его на весь округ. Все о нем говорили. Люди приезжали за 30 миль и даже с другого конца Элинойса, чтоб только взглянуть на него. И слушали, разенув рот, как он рассказывал им о своем путешествии. Посмотрели бы на него тогда. Теперь как же решить, который из них выходит выше рангом, как путешественник? Одни говорили «Над», другие «Том». Все признавали, что в смысле долготы «Над» видел больше. Но должны были признать, что «Том» зато, хоть и уступал ему в долготе, но в смысле широты и климата захватил больше. И выходило у них как будто состязание на приз. Каждый выдвигал на первый план опасность своих приключений, стараясь этим взять вверх над противником. На стороне «Тома» была простреленная нога. Против этого «Наду» Парсонсу. Уж нечего было выставить, как он не старался, ничего у него не выходило. Потому что «Том» ведь не сидел на месте. Как бы оно по совести следовало, когда «Над» начинал расписывать одно рискованное приключение, которое было с ним в Вашингтоне. А всё ходил, прихрамывая и обращая внимание всех на свою больную ногу. Потому, надо вам сказать, хоть ноготу «Тома» и зажила, но хромать он не переставал напротив. Упражнялся в этом доме по ночам, чтобы не разучиться, и поэтому хромал не хуже, чем в первый день. А с «Надом» в Вашингтоне случилось вот что. И надо отдать ему справедливость, он умел об этом рассказать так, что слушать его мороз ходил по спине, и дыхание спиралось, а женщины-девицы иной раз в обморок падали от страха. Или убегали, не могли выдержать. Но, словом, рассказывал он вот что, насколько я могу припомнить. Приехал он это, значит, верхом в Вашингтон, поставил в конюшню свою лошадь и отправился с письмом прямо на дом к президенту. А ему говорят, «Президент в Капитолии, сейчас уезжает в Филадельфию, если вы хотите застать его, не теряйте ни минуты». «Над чуть не упал в обморок», так это его ошеломило. Лошади при нём не было, как тут быть, и вдруг видит. Едет негр возниться на паре старых кляч. Ну, думает Над, была не была, попробую. И кричит негру, «Полдоллара, если ты доставишь мне в Капитолию через полчаса, а ещё четверть ноча, если доставишь двадцать минут». «Есть», — говорит негр. Над, значит, прыгнул в коляску, захлопнул дверцы, они помчались с грохотом и треском по отвратительнейшей тряской дороге. Над продел свои руки в петлю дверец и повис на них поминутно стукаясь головой о потолок. Но в это время одна из кляч споткнулася о камень, подпрыгнула, легнула задними ногами, дно у экипажей вывалилось, и нато вы ноги очутились прямо на земле. Видит он, беда неминучая, если он не поспеет за клячами. А ноги-то у него в кровь ободраны, но ничего не поделаешь, надо бежать. Уцепился он, это значит, руками за петли, а ноги так и мелькают в воздухе. «Трудно не поспеть», — кричит кучеру, «Остановись». И прохожие на улице кричат, видят, что у человека ноги под кареты мелькают, а голова и плечи внутри кареты прыгают. В окна-то ведь, видать, и понимает, что споткнись он только, его непременно переедет колесами. Но чем больше они все кричат, тем больше распаляется негр, и сам кричит, и бьет бичом своих лошадей, и орет седоку, «Вы не бойтесь, уж обещал вас доставить вовремя, так доставлю». Потому вы понимаете, он думал, что это все подгоняют его, а слова-то Наттого ему не слышны были за грохотом экипажа. И так они мчались, ломя голову, повергая всех, кто видел это в ужас и трепет, и, наконец, приехали в Капитолию. И все говорили, что так скоро здесь еще никто никогда не ездил. Лошади остановились, и Натт свалился от усталости. Вытащили его из экипажа, а он весь в пыли и в лохмотьях, босой, но все-таки он поспел вовремя, как раз вовремя, чтобы поймать президента и отдать ему письмо. И все обошлось по-хорошему. Президент тот же простил его, а наддал негру возниться вместо обещанных четверти, целых полдоллара, потому что он видел, что не подвернись ему этот экипаж, ни за что бы ему не поспеть вовремя. Где уж? Это было действительно чудесное приключение. Тому Сойеру приходилось порядком работать своей простреленной ногой, чтобы не спасать перед этим. Однако постепенно побледнела и Томова слава, и публика начала говорить уже о другом. Сперва о скачках, потом о сгоревшем доме, потом о приезде цирка, потом о большом аукционе невольников и, наконец, о затмении. Это, как водится, вызвало общий переполох, и о Томе почти совсем забыли. Никто почти не вспоминал о нем, и он ужасно этим огорчался, прям смотреть на него было жалко. Ходит изо дня в день, как потерянный по весе нос. А когда спросишь его, что с ним говорит, что у него сердце разбивается при мысли, что время идет, и он старится, и нигде нет ни войн, ни сражений, в которых бы он мог прославиться и создать себе имя для потомства. Ну, мальчики, положим, все так думают, но я никогда не слыхал, что кто-нибудь прямо так говорил об этом. И вот стал он придумывать и строить планы, как бы ему это прославиться, и скоро придумал. И нам с Джимом предложил принять в этом участие. Там Сойер в этом отношении всегда был щедро великодушен. Из мальчиков сколько угодно есть таких, которые будут с вами дружить, когда у вас есть что-нибудь хорошее. Но когда им самим удастся заполучить что-нибудь хорошенькое, они, небось, вам ни словечко не скажут, а постараются прикарманить это для себя. Ну, Том Сойер был не такой. Надо ему отдать справедливость. Есть множество мальчиков, которые, если увидят у вас в руках яблоко, будут все время вертеться около вас и просить, чтобы вы им отдали семечки. Но если яблоко у них, а семечек попросите вы, напоминая при этом, как вы раздали им семечек, они вам скорчат гримасу и скажут, что они вам чрезвычайно благодарны, но что в этом яблоке семечек нет. Только я замечаю, что за это им всегда попадает. Подождите, только и увидите. Джек Гукер тоже всегда так поступал. И что же, не прошло и двух лет, как он утонул. Ну, пошли мы, это значит, в лес, что на холме. И Том поведал нам, что он придумал. Крестовый поход. А что это такое, говорю? Крестовый поход. Он посмотрел на меня с презрением, как всегда, когда ему становилось стыдно за кого-нибудь и говорит. Гек Фин, да неужели ты не знаешь, что такое крестовый поход? Нет, говорю, не знаю. И ни чуточки этим не огорчаю. Слава Богу, жил до сих пор без этого и здоровье не потерял. Вот скажешь мне, что это такое, так и буду знать. Не вижу надобности разузнавать и набивать голову такими вещами, которые мне, может быть, никогда и не понадобятся. Вот, Ланс Уильямс, все учился говорить на чоктовском языке. А тут и ни одного чоктовца-то и не было, пока не явился один рыть ему могилу. Ну так что ж такой крестовый поход? Только я тебя предупреждаю заранее. Если на это патент надо выхлопатывать, тут много не заработаешь. Билл Томпсон. Патент? Причем тут патент? Вот идиот-то. Да ведь крестовый поход, это все равно что война. Я думала, он спятил. Ну нет, вижу, он серьезно говорит и объясняет даже преспокоенно. Крестовый поход это война для отобрания святой земли у язычников. Какой святой земли? Как какой? Святая земля только одна и есть. Да нам-то она зачем? Ну как же ты не понимаешь, ведь она же в руках язычников и наш долг отобрать ее у них назад. Как же мы позволили ее захватить? Она всегда была ихняя. То есть, значит, она принадлежит им? Ну разумеется, кто же говорит, что нет? Я думал, думал, ломал себе голову, но никак не мог разобраться в этом. Я говорю, нет, томсуэр, я, должно быть, не дорос до этого. Если бы у меня была ферма и она была бы моя собственная и кому-нибудь другому она бы понадобилась, разве это было бы справедливо, если бы он... Ах, вздор какой! Ты ужасно бестолковый, гекфин. Ведь это же не ферма. Это совсем другое, видишь ли, дело обстоит так. Земля ихняя, но только земля. А святой-то ее сделали наши, иудеи и христиане. Ну, так при чем же они тут? Зачем они оскверняют ее своим присутствием? Это стыд и срам, и мы не можем терпеть этого. Мы должны пойти на них походом и отобрать у них святую землю. Позволь, по-моему, это страшно запутанная история. По крайней мере, я бы, если бы у меня была ферма и другой человек. Да что ж тут общего с фермой? Землю возделывать, это работа, обыкновенная работа, светская, земная, низменная. А то, совсем другое, то высокий религиозный подвиг. Да что же тут религиозного? Пойти отобрать чужую землю у тех, кому она принадлежит. Ну, конечно, все считают тут религиозным подвигом. А Джим? Покачал головой и говорит. Масса, Том, я полагаю, тут какая-нибудь ошибка вышла. Я сам религиозный человек и знаю много религиозных людей, но религиозные люди так не поступают, по крайней мере, я таких что-то не видывал. Том разгорячился и говорит. Что с вами толковать, когда вы такие олухи? Если бы вы хоть сколько-нибудь знали историю, вы бы знали, что Ричард Львиное Сердце и папа Готфилд Бульонский и многие другие благороднейшие и благочестивейшие люди более двухсот лет подряд рубили и резали язычников, пытаясь отобрать у них их землю и все время плавали по горло в крови. А тут пара каких-то тупоголовых дикарей в глухом лесном поселке на берегу Миссури воображает, будто они больше их знают, что справедливо, что несправедливо. Вот и пойдите, толкуйтесь с ними. Ну, разумеется, после этого дела представилось нам в другом свете и мы с Джимом почувствовали себя круглыми невеждами и уже пожалели, что пустились в разглагольствование. Я в первую минуту даже не знал, что сказать. И Джим тоже. Потом он говорит, ну, тогда должно быть это дело правое, потому что, если они не могли разобраться, так что же нам, бедным темным людям, ломать себе голову? Так что, если это долг наш, то надо нам туда отправиться и постараться сделать, что мы только можем. Но все-таки Мастер с Том жалко мне этих язычников. Как это так? Вдруг ни с того, ни с сего убивать людей, которые нам ничего худого не сделали? А может быть, они такие же люди, как и мы, негры? А? Как вы думаете? Ведь если бы мы пришли к ним, вот мы трое, сказали бы, что мы голодные, попросили бы чего-нибудь поесть, ведь они бы дали нам. Я уверен, что дали бы, и значит... Что значит? Идите ли Мастер Том, я так думаю, если мы начнем так без привычки убивать этих людей, которые нам ничего худого не сделали? У нас ничего не выйдет. Тут привычка нужна, Мастер Том. Это уж я отлично знаю, но если мы возьмем по топорику, вот вы и я и Гек, и переедем ночью через реку после того, как зайдет луна, и вырежем вот ту больную семью, которая поселилась на том берегу, а дома их не сожжем и... Ах, будет здорово болтать, надоело мне тебя слушать, не желая больше разговаривать с такими олухами, как ты и Гек Финн, которые всегда отклоняются от предмета и так бестолково, что обсуждают чисто богословский вопрос с точки зрения законов о защите собственности. Вот это уже было неблагородно со стороны Тома Сойера. Джим ведь не в обиду ему говорил, и я тоже. Мы оба знали отлично, что он прав, а мы не правы. Нам только интересно было добиться, почему это так, только и всего. А он не умел объяснить, только и говорил, что мы не понимаем, потому что мы невежды. Ну да, невежды, темные люди, это я согласен, но, боже мой, ведь это же еще не преступление. Но Том больше и слышать не хотел о походе. Он говорил, что если бы мы как следует отнеслись к его предложению, он собрал бы пару тысяч рыцарей, вооружил бы их с головы до пят и сделал бы мне лейтенантом, отжима маркетантом, а командовал бы ими сам и стер бы всех язычников с лица земли, сбросил бы их всех за раз в море, как мух, и прошел бы по миру, сияя славой, как солнечный закат. «Но вы», — говорил он, «такие глупые, что даже не умеете схватиться за блестящий случай, когда он вам представляется, а в другой раз я уже не предложу вам». И действительно, больше он не предлагал. Он уж такой был, что решит на том, стоит крепко. Ну да я не огорчался. Я нраву мирного и не люблю увязываться в драку с людьми, которые мне ничего не сделали. Если язычники довольны, что мы их не тронули, то и я доволен, пусть оно так и остается. Все эти свои дикие фантазии Том вычитал из книжек Вальтера Скотта, которым он зачитывался. И, разумеется, они дикие, потому что где же ему было собрать столько людей для похода? Да если бы собрал. Ему бы самому потом за это хорошо влетело. Я взял у него эти книги и сам прочитал их все. И насколько я мог заметить, всем этим людям, которые бросали свои фермы ради участия в крестовом походе, приходилось потом очень и очень круто.